В интернете появилась одна непримечательная игра. Некоторые считают, что в ней есть своя жуткая тайна. Что может привести к логической разгадке секрета, что оставил в ней разработчик? Но уже есть несколько теорий касательно всей этой игры. В одной из них персонажи заключены в неком персональном аде. Сегодня будут показаны материал, в котором можно видеть, как данные персонажи претерпевали изменения. Что из этого выльется, можно будет увидеть далее. Часть первая. Совершенно обычная игра. Свою историю хотелось бы начать с первого ролика, который посвящался данной потере на игре. Все начинается с персонажа, что в своей руке держал рожок мороженого. Дадим ему кодовое имя Желтый. Так вот, данного персонажа радовал обычный чудесный день. Но вот другой персонаж в витре не особо был рад всему этому дню. И чтобы его скрасить, он захотел так же, как и он, съесть рожок мороженого. Подойдя к нему, он забрал его мороженое. И это приведет его к ужасному концу. Но до этого еще нужно подождать. Съев рожок, он сказал, что это было вкусно. Желтый расстроился из-за этого и начал на него пристально смотреть. Естественно, Ведроголовый говорит оправдание своему действию. Из-за того, что он проголодался, он не смог удержаться от такого лакомства. Потом он просит прощения у него. И как он сам выразился, он глуп. Но это был поворотный момент в этой истории. В глазах у персонажа начала читаться нотка безумия. Но тот все пытался переубедить его и говорил, что они все еще остаются друзьями. Но под конец он ему разрешил доесть остатки мороженого. И в конце он превращается в монстра, что откусывая часть от головы когда-то лучшего друга. Следующая запись покажет, как они меняются под влиянием внешних сил. С первых секунд идет текст, в котором повествуется о инфекции, что заполнило весь земной шар и заразило большое количество людей. Наука и сами ученые не смогли объяснить ее возникновение. И они не знают, что это за такая болезнь. После оговаривается имя нулевого пациента. Им оказывается Саймон. И показывает снимок с этапом заражения. Тут наглядно демонстрируется, что в течение трех дней инфекции способны изменить структуру первоначального организма. Ранее мы уже могли видеть, как данный субъект питался другим. И после данной демонстративного снимка с этапом заражения, рассказывают, что оно уже поглотило одного из ученых. Или одного из выживших. Но после включается запись, на которой можно видеть лес. А оператор в данном моменте убегал, по всей видимости, от неизвестной угрозы. Ты не сможешь сбежать, Брут. После этих слов показывают персонажа, в руках которого был фонарь. И по всей видимости, ранее показанные кадры были от его лица. Но возвращаясь в настоящий момент, то тут идет диалог между ним и существом, что когда-то было с Саймоном. Герой говорит, что он стал монстром под влиянием вируса. Но тот говорит, что это никакая не болезнь, а дар, который не каждый способен заслужить. И он не монстр. После чего показывают, как Саймон появляет за спиной героя. И по данному моменту, понятно, что ему не выжить. В конце были слова от лица Саймона. В них он извиняется перед ним, ведь он просто хотел есть. Часть 2. Инфекция Вторая запись начинается с включением самой пленки. Внизу был текст, который говорил, что данный патоген невозможно остановить. По всей видимости, из их группы заразилась Венди, и автор данных пленок напуган. Ведь зараженная Венди убил троих, как тут пишется, спрунки. С помощью лишь одного кухонного ножа. Показывают спрунки, который, видимо, пострадал в инциденте с Венди. И показывают их фото с их именем. Первым был Орен. После был Тюнер. И последним из этого списка был Гарольд. Дальше был еще текст, который рассказал момент из данного происшествия. В нем описывалось, как Тюнер пытался всех защитить. Но Венди, не потерявши знание из-за вируса, использовал пистолет и выстрелил ему в голову. Его бездыханное тело упало без признаков жизни. Лайм был на нервах после такого случая. И теперь с данного момента у него травма. Дальше текст, по всей видимости, продолжал рассказ про Лайма. Который был травмирован еще больше, когда все начали погибать. Тот, в свою очередь, заперся в доме. На чем заканчивается текст. И показывают кадры с данным персонажем. Он стоял в совершенно пустой комнате. Один. Кадр приближается все ближе и ближе. На улице виднеется тревожность и испуг. Скрип двери заставляет его посмотреть в другую сторону. Там был персонаж красного цвета. В виде его, у Лайма расширяются зрачки. И черный цвет заполняет их волос. Дальше кадр показывает этого же персонажа, что бродил в данном месте. И судя по тяжелому дыханию, он от кого-то бежал. Лайм, как и многие другие, заразился данной болезнью. Последними кадрами показывают, как он расправился со своим товарищем. Отец гласит о судьбе человека, что выглядело ужасно. И он не понимал, почему сам Господь решил дать такую ношу. Люди, которых он любил, ушли. И самый близкий ему человек стал функцией. Во что он не мог поверить. Ее движение он никогда не забудет. У него из-за всех этих потрясений возникли мысли закончить свою жизнь раньше положенного срока. Венди ударила Бинке кирпичом. Он не знает, жива ли она. Но его надежды не исчерпались полностью. После всех этих слов идут кадры, в которых можно видеть Пинки. Но вот ее состояние желало оставлять лучшего. И она находилась в лесу. Перед собой она замечает так называемую Белую Кошку. Что ударило ее кирпичом. Тем самым содрав полностью ее лицо. Герой решает попытать свою удачу в ее поисках. Но о своем выборе он пожалеет в дальнейшем. Запись начинается в лесу. Герой в нем искал Пинки. Попутно освещая свой путь фонариком. Но перед собой он замечает преображенного члена из группы. Он ударяется об дерево. И тем самым раняет камеру на землю. Текстовой части описывается. Как он сначала спрятался в траве. От данного монстра. И он не способен продолжать видеодневник. И под конец данного ролика показывает Редда. Что висел на веревке без нижней части тела. А Лайм в этой истории после всех совершенных действий захотел уйти из жизни. Но по какой-то причине все еще этого не сделал. Для этого заканчивается данная запись. Часть третья. Изменения достигли максимума. На этот раз последняя запись исследовательского центра показывает Бруда. Что был под присмотром санитаров и ученых. Один из ученых говорит о том, что показатели достаточно странны. И спустя время они изменились в негативную сторону. Вследствие этого он не знал что ему говорить. И диктор говорит, что его друг Саймон в последнее время ввел себя странно. А ведь буквально неделю назад он был совершенно нормальным. Только лишь больной вид выдавал в нем болезненность. А через время его тварище начало расти пасть. Из-за таких метаморфоз он заперся в доме. И что после этого последовало за ним, остается неизвестным. Но он сильно переживает за него. И как настоящий друг, он пошел к нему домой. Дабы помочь, чем сможет. Но для начала ему нужно как-то попасть в дом своего друга. Во время его похода к дому, своего товарища, он говорил, что это место стало очень жутким. И он не понимал, почему многие вещи тут были таковыми. Его слова ничего не дают нам, как зрителю. Но, возможно, это имеется в виду мрак. И то, что при своей трансформации он начал громить близлежащие территории. Но так или иначе, история продолжается. И нам показывают, как он пытается кого-либо позвать. И, видимо, из-за темноты его воображение рисовало страшные образы. Но ему нужно сфокусироваться на своем друге, чтобы продолжать свой путь. Вскоре он находит свой конечный пункт назначения. Подойдя к двери, он говорит, что пришел его повидать. Ведь он за него очень сильно переживает. И попробовав постучаться в дверь, она открылась. И за ней был полнейший мрак. В эту тему Брут начал говорить Саймону, чтобы тот вышел и показался ему. Ведь пора выходить из дому. Он понимает, что ему сейчас очень плохо. И то, что с ним происходит, достаточно ужасно. Но он пришел к нему, чтобы помочь и попытаться смягчить данный ужас. Но он не знал, что его друг Саймон уже стоял позади него. Обернувшись назад, Брут сообщает ему, что с ним произошло. Саймон лишь произносит, что он его друг. И последними кадрами показывает, как он ему откусывает часть головы. На чем заканчивается данная запись. Сегодня удалось посмотреть на аналоговый хоррор по мотивам одной игры. В ней как бы странно не звучало, но можно было сделать музыку. Только вот в один момент. В этой же самой игре появляется, можно сказать, темный мир. Где все персонажи заполучили травмы. Или превратились в неких монстров. Но и в то же время добавлялись некоторые новые вещи. По типу плаката о пропавшем без вести девочке. А монитор показывал текст, в котором говорил, что все это нереально. И нам следует бежать отсюда как можно быстрее. Также в данной игре существует персонаж, что очень сильно отличается по стилистике. И вообще он имеет достаточно жуткую мелодию. Как понимаете, по таким данным, судить точно, что здесь действительно может быть сюжет, рано. Ведь это просто лишь некое подобие на флеш игру. Что было затеряно и найдено на затворках интернета. Возможно, автор данной игры ничего не хотел рассказывать. А может все это лишь часть его одной, большой игры с людьми. Это покажет лишь время. А пока что имеем, что имеем. И возможно данная тайна будет раскрыта в будущем. Если, конечно, она была в данном проекте. На чем заканчивается озвучка текста? Подписка и лайк. Конец аудиофайла. Подписка и лайк.